Здравствуйте! Отвечая на многочисленные просьбы подписчиков моих каналов, а также моих клиентов написать кулинарную книгу, говорю вам, кулинарную книгу писать начал «На». Вы можете получать эту информацию, полезную для вашего здоровья, несколько раньше, чем будет опубликована моя кулинарная книга. Для этого я создал кулинарный канал или кулинарный блог. Называйте, как хотите «На». Чем мой кулинарный канал отличается от тех кулинарных каналов, которые вам известны. Отличия очень существенные. Большинство рецептов учитывает, как приготовить вкусное, ароматное, красивое блюдо. А диетолог Скачко знает, как приготовить такое же блюдо, но с пользой для вашего здоровья и безопасной для вашей жизни. Просто большинство рецептов приготовления борща направлено на то, чтобы вылечить анорексию и набрать вес. А диетолог Скачко знает, как из тех же компонентов, как их правильно обработать и сложить. Чтобы получить борщ для снижения веса. Борщ для очищения кишечника, очищения организма. Борщ для вашей иммунной системы. Безопасный для ваших почек. Чтобы у вас не развилась мочекаменная болезнь от правильно приготовленного борща. Без учета вашего уровня здоровья. Чтобы ваши суставы не хрустели и не появился со временем артроз. Если вы не знаете как приготовить борщ правильно. Десятки видов борща. Включая для больных с сахарным диабетом. Можно приготовить. Если вы знаете нюансы. И такие видео. Некоторые из них уже есть на моем кулинарном канале. Вы знаете наверняка сотни, возможно тысячи способов приготовить кофе. Какие-то из них используйте. Но если вы не угадали. Не выбрали правильно ваш личный способ приготовления кофе. В зависимости от вашего пола. Возраста. Уровня здоровья. Образа жизни. Генетических особенностей. Условий окружающей среды. Экологических. Погодных условий. У вас возникают проблемы. Просто выбор способа приготовить кофе. Должен быть в соответствии с кофейными тестами. Одна из более чем 50 опубликованных книг и брошюр. Почти всего кофе. Здесь 43 кофейных теста. Ориентируясь на которые. Вы не только улучшаете свое здоровье. Но и не рискуете своей жизнью. Ведь в некоторых книгах о кофе прямо так и пишут. Кофе опасен для жизни. И спроси у доктора. Как приготовить кофе правильно. И как его применять. Вы задавали вопрос такой своему доктору. Как изменить способ приготовления кофе. В зависимости от пол. Возраст. Уровень здоровья. Образ жизни. И других особенностей. Которые я уже обозначил. Нет? Ваш доктор не может в разумительном вам ответить. Он, наверное, просто плохо изучал фармакологию в институте. И не знает, как действует кофе на организм. В целом. А длитолог Скачко знает. Поэтому в этой книге 110 способов приготовить кофе. И всего 43 кофейных теста. Почему всего? Потому что уже опубликована другая книга. Кофе. Рейш и алоэ. Вера и ваше здоровье. Здесь 68 кофейных тестов. И 132 способов приготовить кофе. В зависимости от определенных особенностей вашего организма. Открою вам небольшой секрет. Эта книга уже не самая новая. Написана книга, где больше 70 кофейных тестов. Я более детально оценил влияние кофе как прекрасного, вкусного, ароматного напитка. Который пьют многие на ваше здоровье. И степень опасности обозначил. А вы делаете свой выбор. Пить вам кофе правильно. Или рисковать дальше своей жизнью и своим здоровьем. Примерно то же самое происходит, когда не знают некоторые особенности влияния обработанных продуктов питания на вашу иммунную систему. И давненько опубликованная книга «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика». Здесь многие факторы риска учтены. Безопасен ли ваш способ приготовления какого-то блюда либо напитка в плане вашей иммунной системы. И подавление активности иммунной системы как минимум против раковых клеток. Я не знаю. Но на моем канале вы такие видео найдете. Также вы найдете видео «Как приготовить чай». Несколько таких видео есть. Про имбирный чай. Про различные особенности. Различные ингредиенты, которые можно добавить к имбирному чаю. И либо вылечить гастрит. Либо обострить гастрит. Либо помочь работе сердца. Либо умереть от инфаркта, инсульта, либо острой сердечной недостаточности. Все находится очень рядом. Все зависит не от способа приготовления чая. А от соответствия имбирного чая, чая китайского или кофе вашему уровню здоровья. Вот эти особенности вы найдете на моем кулинарном канале. Как его найти? Это видео вы видите. А найти канал очень просто. Наберите в поисковой строке на ютубе «Кулинарный канал диетолога Скачко». И вы легко найдете. Можете просмотреть. Возможно какие-то видео вы уже видели. Вы их знаете. Но повторение «Мать учения» можно просмотреть еще раз. Ну а если вы найдете те видео, которые вы пропустили. То я за вас рад. Значит вы получите больше информации о том, как лучше сохранять и беречь самый большой дар. Самую большую вашу ценность. Это ваше здоровье. Те, кто здоров, считают, что оно не имеет цены. Потому что здоровье есть. На самом деле цена есть. Цена очень высокая. Если вы не знаете, как беречь свое здоровье. А без питания жить невозможно. Если у вас острый панкреатит. Вы на несколько дней, конечно, вынуждены исключить еду. Но! Если вам повезло. И вы из острого панкреатита вышли в состояние хронический панкреатит. Вот здесь вновь включается правильное питание. И вновь вам нужен будет мой кулинарный канал. Итак. Хотите вы того или нет. Питаться нужно. А я бы вам советовал питаться правильно. Если вам нужна моя консультация. Контакты вы видите. Можете обратиться. Но достаточно много информации я излагаю в своих видео. И, конечно, дорогу осилит идущий. Видео нужно не просто смотреть. Но информацию из них усваивать. И применять на практике. Тогда ваше здоровье будет лучше. А жить дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И до встречи на моем новом кулинарном канале. Тиетолога Скачко. Если это видео принесло вам какую-то пользу. Это будете поставить лайк. Если вам нравится, что открылся новый кулинарный канал. Можете написать это в комментарии. Можете сделать репост. Я думаю, что ваши друзья, знакомые найдут новую для себя информацию. О правильном питании. О здоровом образе жизни. Ну и других особенностях. Которые нужны каждому человеку. И я бы советовал вам регулярно их использовать. И находиться в состоянии профилактика болезней. Потому что на уровне лечения болезни вы уже кое-что потеряли. Кое-что это то, что вам подарили родители. Это ваше здоровье. Его часть. И в любом случае нужно что-то делать для себя. Неважно, вы занимаетесь профилактикой. Либо лечением болезней. Ну а когда вы это делаете правильно. И обеспечиваете правильным питанием свой организм. И работать ему будет лучше и дольше. До новых встреч на моих видео каналах. Доктор Скачко. Школа доктора Скачко. И кулинарный канал диетолога Скачко. Это YouTube. А также школа доктора Скачко в Instagram. На этом все прошré. Продолжение следует...